Часы Победы окружены легендами. Расскажем, как все было на самом деле. Победа это самые легендарные советские часы. И по количеству их было выпущено десятки миллионов штук, и по срокам выпуска, и по тому, насколько вокруг них все было запутано и окружено легендами. В этом ролике разберем главные легенды, связанные с часами Победы. Легенда первая, что Победа была создана по указу Кремля. Технические условия на часы Победы были утверждены решением Государственного комитета обороны в апреле 45-го. В нем указывались и параметры точности, автономности и отделка механизма и корпуса. Конечно, никакого отношения к обороне эти часы не имели. Госкомитет по обороне в то время вел вообще все управление страной. Подготовка к созданию будущей Победы началась еще в середине 30-х. В 1930-м СССР громко праздновал рождение часовой отрасли. Тогда запустили первый часовой завод. Правда, к тому времени уже работал второй часовой. Ну да ладно. В основе первого часового лежала фабрика Дюбер Хэмпден, которую купили, потому что было недорого. А недорого, потому что в 1927 году она разорилась. Спросите, почему разорилась? Ответ прост. Потому что была неконкурентоспособной. В силу того, что с точки зрения конструкции и технологии, ее продукция застряла где-то в 1890-х. Кстати, механизмы такого качества производить в Москве однозначно не могли. А попытка упростить их до того уровня, который был приемлем для советской промышленности, привела только к росту отставания. Отставание от того, что принято называть мировым уровнем. Лет так на 50. Я не собираюсь принижать труд людей, создававших советскую часовую отрасль. Тем более, что некоторых из них я знал лично. Они делали ровно то, что было возможно сделать в тех условиях. К сожалению, лучшего достичь было просто невозможно. Но в 1927 году Мерседес Гляйца переплыла Ла-Манш. Переплала в Роликсе. Наручном и водонепроницаемом. В 1933 появился НК-блок. А мы наслаждались часами тип 1. Более того, мы нарастили объем выпуска до полумиллиона штук. Но всем было понятно, что так дело не пойдет. Требовались нормальные современные изделия и технологии. Лидерами в отрасли в тот момент были швейцарцы, которые отличались любовью к деньгам и нелюбовью к коммунизму. Но про коммунизм и Швейцарию мы как-нибудь расскажем отдельно. Швейцарцы категорически не хотели продавать нам технологии. А что продавали, взвинчивали цены. Хотя есть сведения, что году в 1935 кажется, что-то из оборудования нам таки было продано. Почему кажется? Потому что куда именно поступили эти останки, никто не знает. Наши эмиссары пошли искать следующих разорившихся. Нашлись французы, которые еще не разорились, но были на грани. Владельцу компании Лип Фредерику Липу были очень нужны деньги. Не то чтобы для себя. Фред был почти коммунистом по убеждению. Но об этом тоже в другой раз. Просто он перевложился и ему нужно было спасать предприятие. Лип компания интересная. Одна из самых крупных и шустрых в то время. В 1904 прославилась часами с радием на циферблате. Панераем патент на ради был зарегистрирован только в 1916. Фредерик Лип был бешено счастлив подписать контракт с СССР. Передать чертежи то ли двух, то ли трех калибров, что-то из оснастки, обучить специалистов. А заодно СССР пообещал купить несколько сотен тысяч готовых калибров Т-18 и Т-43 для того, чтобы из них собирать часы на строящихся в нашей стране предприятиях. К-43 стали основой карманных часов от Куйбышевского Зима, а Т-18 превратились в звезду, выпуск которой наладили на пензенском заводе имени Фрунзе, который до этого делал велосипеды. В первое время звезда собиралась из французских деталей. Постепенно было налажено полное производство. Сотрудничество с Лип длилось недолго. Вскоре Франция оказалась оккупирована немцами. Однако к тому времени в Пензе и Самаре успели развернуть полномасштабное производство. Здесь мы подошли ко второй легенде, что механизм победы это копия липовского Р-26. Легенда хорошая, особенно учитывая превращение липовского калибра Т-18 в звезду и К-43 в зиму. Беда в том, что в отличие от Т-18 и К-43, никто оригинальные часы с этим самым липовским Р-26 никогда не видел. Есть упоминание, что калибр Р-26 был спроектирован чуть ли не в 1918 году. Если так, то его создатели были почти гениями. Для 2018 года это был бы очень современный калибр. Не элитный, но очень приличный массовый. Но повторюсь, что часов с полным прообразом К-26 никто не видел. По интернету ходят картинки с попытками наложения фотографий известного калибра лип и К-26. Они не совпадают. При этом колесная система К-26 по сути копия К-18. То есть К-26 это звезда, у которой иначе скомпонованы детали. И есть упоминание, что К-26 начинали осваивать в Пензе еще в 1940 году. Возможно два варианта. Или К-26 это полностью советская переработка механизма К-18. Либо французы действительно создали Р-26, но создали специально для СССР, а сами часов на его базе не выпускали. В истории такое было, но редко. Лично я верю в то, что калибр К-26 создавали в СССР путем перекомпоновки уже освоенной колесной группы. Конкретно будущую победу ковали в Пензе, где во время войны располагался не и час промы. Чертежи изделия К-26 были готовы в июле 44-го. Что в изделии было французского и называлось ли оно победой, доподлинно неизвестно. Третья легенда гласит, что часы победы были очень качественными и точными. Достаточно качественными они действительно стали. Но не сразу. Главной проблемой кировских было отсутствие взаимозаменяемости мостов. То есть комплект мостов, которые подходили к одной платине, могли не подойти к другой. Похожая проблема первое время наблюдалась и на победе. Первая партия победы была собрана в Пензе в 1945. Но отделка была очень плохая. Добиться взаимозаменяемости деталей не удалось. Такие же проблемы остались и в 46-47 годах. Выпуск до 47-го года ограничивался считанными тысячами штук. Добиться полной взаимозаменяемости удалось только в 48-м. Тогда же на приличный уровень вышла отделка механизмов. Свой полноценный облик победа обрела в 49-м. Тогда на всем объеме выпуска вместо латунных, анкерного колеса и анкерной вилки стали устанавливаться стальные детали. Калибр К26 был очень серьезным шагом вперед по сравнению с кировскими. Но у него было два недостатка. Отсутствие противоударного устройства и опорного камня у оси минутной стрелки. Параметры точности тоже не выглядели выдающимися. Технические условия допускали отклонения до плюс-минус 60 секунд в сутки. Поэтому победу ждала длинная череда изменений. Но к тому времени она уже покинула стены родного Пензенского завода. Пензенский завод развивался сам и активно помогал осваивать производство часов в других городах. В 1949-м технологии победы были переданы оттуда в Углич, Чистополь и Куйбышев. К тому времени победу уже освоили и на первом МЧЗ в Москве. Здесь мы прощаемся еще с одной легендой, которая сегодня культивируется некоторыми предприятиями. Что победу делали на каком-то одном заводе. На самом деле таких заводов было шесть. Потому что в 1953-м выпуск наладили еще и на расположенной в Петродворце бывшей камнерезной фабрике. В заводе точных технических камней номер один. ТТК-1. В Пензе выпускали самый простой из вариантов калибра К26. На 15 камнях и без противоударного устройства. И выпускали недолго. В 49-м году было решено перепрофилировать завод на более тонкие изделия. На женские часы. С 46-го года главным предприятием, которое выпускало победу, стал московский первый МЧЗ. Здесь все начиналось тоже непросто. Еще в 47-м выпускалась вот такая красота. Товарное производство чего-то приличного началось только в 49-м. Вплоть до 1953-го в Москве делали базовый вариант 2602. Классические 15 камней, шлифованные мосты. Фотографии корпусов первого МЧЗ известны всем. А попробуйте угадать, что за здание изображено на вот этом фото. Это расположенный в Куйбышеве, а ныне Самара, завод ЗИМ. Точнее его фабрика кухни. Единственное в мире здание в форме серпа и молота. Мы уже говорили, что с 39-го года на заводе имени Масленникова освоили один из липовских калибров, К-43. А в 49-м здесь же начали выпускать победу 2602. Позже победу в версии 2608 с центральной секундной стрелкой. И выпускали ее вплоть до 2004-го. ЗИМ с боковой стрелкой и без противоударного устройства были моими первыми часами. В хромированном корпусе они стоили около 20 рублей и были едва ли не самыми дешевыми наручными часами в СССР. Кстати, благодаря ЗИМу история калибра Т-18 продлилась больше чем на 50 лет. На самом ЛИПе производство Т-18 было прекращено еще в 1950-х. А в Союзе все самое интересное только начиналось. Победа стала преображаться. Причем на каждом заводе по-своему. В 1950-м на первом МЧЗ появился калибр 2608 с центральной секундной стрелкой и без противоударного устройства. Чуть позже тот же механизм лег в основу часов Москва. В первых выпусках Москвы со светящимися стрелками использовался радиоактивный состав и часы нещадно фанили. В 1951 году калибр 2602 модернизировали до 2603, добавили противоударное устройство. В том же году появилась победа с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Отдельно стоит сказать о часах Маяк, которые выпускались с 1955-го. Здесь было сразу два изменения, нацеленные на более долгий срок службы. Появился 16-й камень, опора минутной стрелки и пыль и влагозащита корпуса. Не то, чтобы слишком серьезная, но это был уже шаг вперед. Часы Победа причастны и к началу космической истории человечества. Часы Штурманские, в которых летал Гагарин, это тоже продолжение линейки Победа. Гагаринская версия Штурманских имела механизм 2609 с центральной стрелкой, противоударным устройством, а также остановом секундной стрелки. Сперва часы выпускались с крышкой хлопушкой, а после с завинчивающейся, были влагозащитные. Эти варианты Штурманских в продажу не поступали. Для простых смертных делали часы спортивные. Функционал был похож. Антишок, центральная стрелка, которая останавливалась при вытягивании головки, а вот фосфора на стрелках не было. В каталогах спортивные позиционировались как хронограф. Дожди стрелки у нуля, останови, нажми, по окончании замера вытащи головку обратно. Чушь, конечно, но что было, то было. Собственные варианты Победы выпускали и на втором московском часовом заводе. Здесь тоже начинали с базового 2602 без антишока и с боковой секундой. Часть из них первоначально собиралась из механизмов, произведенных на первом МЧЗ и в Куйбышеве, поэтому маркировка на циферблате и на мостах часто расходится. Позже в продаже появились часы старт с серьезно доработанным механизмом. В нем было два дополнительных камня, опора минутной стрелки и накладной камень анкерного колеса. В середине 50-х советский часпром переплюнул своих учителей. На пике своего могущества в 1954-м ЛИП выпустил 300 тысяч часов. В 1953-м только на первом московском часовом заводе был выпущен миллион часов, а еще через пять лет мощности будущего полета выросли вдвое. Большая часть этого объема приходилась на различные модификации Победы. В начале ролика я сказал, что Победа одни из самых загадочных часов, точнее запутанных. Между советскими заводами была развита кооперация. Они поставляли друг другу как отдельные компоненты, так и готовые механизмы. Например, работал в Петродворце завод точных технических камней, который с 1932 года делал камни в том числе и для часов. В 1953-м им доверили собирать часы на базе механизмов первого МЧЗ. Простейший вариант 2602, без антишока. Под это дело, чтобы повысить статус, через год завод переименовали в часовой. Затем появились модификации с 16-м канун. Часы Ленинград с центральной секундной стрелкой, но не противоударные. И часы для слепых. Кстати, ничего выдающегося в них не было. В калибре 2601 просто укоротили трип секундной стрелки, чтобы не торчал. А стрелки сделали из толстой жести, чтобы можно было определять время на ощупь. Из цехов бывшего камнерезного завода выходили часы с самыми разными названиями. В том числе Нева, что понятно, и Восток. Самое время с берегов Невы перенестись на другой берег, на берег Камы. Здесь, в городе Чистополь, выпуск различных версий Победы начали в 1951 году. Первые модели имели классический калибр 2602, винтовой баланс без антишока 15 камней. Помимо марки Победы выпускались часы Колос, Уран. Отличия были чисто внешние. Опять же, многие компоненты активно перемешивались между заводами, а в силу взаимозаменяемости еще и мастерами при последующем ремонте. И сегодня определить происхождение конкретного механизма и часов зачастую достаточно трудно. Из оригинальных доработок Чистополя можно отметить модель Кама. Здесь к стандартным 15 камням было добавлено еще два. Накладные камни у анкерного колеса. Эти часы считались более крутыми. Корпуса имели пыль и влага защиту. После начала космической эры вышла интересная версия Камы. В ней секундная стрелка была заменена на диск, а на цифровлате появилась надпись «Спутник». В Чистополе родились и сразу две модификации 2602 с календарем. Это Сатурн, у которого около 12 часов располагалось крошечное окошко дня недели, и Чайка с датой около 3 часов. Наверняка вы спросите, почему окно Сатурна такое странное? Да потому что конструкция календаря была весьма примитивной. Каждый день недели был нанесен на диск два раза подряд, и специальный штифт передвигал диск два раза в сутки – в полночь и в полдень. В противоположность этому календарь Чайки переводился за сутки всего один раз. Кстати, данная модель Чайки не имеет никакого отношения к Угличу. Это просто частичка зоопарка имен, который практиковался в советском Часпроме. Вплоть до 60-х у нас было принято именовать часы в зависимости от механизма, который был установлен в корпус. Так и возникли множество звезд и побед, которые сегодня отдельные предприятия пытаются приписать себе. Порядок в именах начали наводить только в середине 60-х. Тогда первый часовой стал полетом, второй – славой, Пензенский завод получил название «Заря», а Чистопольский – «Восток». Одновременно отрасль осваивала новые технологии, а инженеры создавали новые механизмы. С обязательным противоударным устройством, безвинтовым балансом, более высокими характеристиками. В 60-х Победа исчезла и как механизм, и как название на циферблатах. Даже на часах из Куйбышева, в которых работали 26-е калибры, стояла надпись «Не Победа, а Зима». Именно такие были у меня. Разновидности Победы стали самыми массовыми советскими часами и прекрасным вариантом для своего времени. Вместе с тем не стоит идеализировать данный калибр. Абсолютное большинство часов, выпущенных до 1953 года, давно вышли из строя. Причины – отсутствие противоударной защиты, что приводило к поломке оси баланса, износ бескаменной опоры минутной стрелки и общий износ деталей. Но даже в состоянии новых, калибр 2602 по советской классификации относился к часам второго класса точности. Иными словами, допускал погрешность минус 25 плюс 65 секунд в сутки, то есть 90 секунд. А автономность едва превышала 35 часов. С 1960-х и до наших дней торговая марка Победа была в состоянии спящей. Несколько лет назад выпуск часов под этим брендом возобновили в Петродворце. Но эти часы имеют кварцевый механизм, корпус родом из Азии и даже другой логотип. Короче, это совсем другая история, имеющая мало общего с настоящей Победой. Пора поговорить и о последней легенде, что Победа страшно ценится среди коллекционеров. Цены на отдельные экземпляры самые первые Победы с латунным анкерным колесом среди коллекционеров действительно могут доходить до 1000 долларов. Рядовые же модели ценятся слабо. 300-500 рублей нормальная цена за экземпляр в сносном состоянии. Виной тому огромный выпуск и то, что аутентичных моделей на рынке мало. Злую шутку с этими часами сыграли взаимозаменяемость деталей и выпуск на нескольких заводах. Мастерских при ремонте очень часто перемешивали детали из разных экземпляров часов. Надпись первой МЧЗ на сферблате легко может соседствовать с клеймом чистополя на мостах. А подобные франкенштейны среди коллекционеров не очень приветствуются. За помощь в подготовке этого ролика хочу поблагодарить Андрея Бабанина, Германа Полосина, фотографии с сайта которого помогли нам проиллюстрировать историю, и двух коллекционеров, Йоханнеса Альтмеппена и Дмитрия Трошина. В ближайшее время должна выйти их совместная книга про историю сотрудничества СССР и компании ЛИП и историю советского производства часов в 1930-1960-х. Ждите книгу, смотрите за нашими новостями, чтобы увидеть еще больше интересного из мира красивых вещей, сложных механизмов и удивительных историй. До новых встреч!